Щенок на наших глазах умер, знаете чего? От обезвоживания. Ни еды, ни воды, вообще ничего. Ты мальчик не подошла, а собаке больше слезы. Все так, конечно, за гранью, просто добра и зла. Вот такая, скажи, красота, да? Красотунь, ты красотуля? Да, интересно, интересно. Да, интересно. У нас в танатории, у нас еврокласс, приют, еврокласс. Чем вы помогаете этим собакам, да? И сколько примерно уже забрали оттуда животных? Мы сейчас приезжаем из Рязани, из Москвы, в частности из Копина. Хотя путь не близкий, но мы едем, объясню для чего. Мы, вот в частности, мы, допустим, скопинские, мы закупаем обрезь. Куриную обрезь, естественно, фасуем по ведрам, потому что довезти сложно, она вся потечет. С этими ведрами ходим по территории, кормим собак. Реально подходим к каждой собаке, кормим. Смотрите, какой красавец. Да, добрый, добрый. Да, посмотрите, какой. Он даже в будку залезть не может, у него цепь короткая. Это мальчик, тоже добрый, активный. Мне кажется, он не сильный, молодой, но среднего возраста. Бывает день, когда вывозятся три собаки, бывает, когда пять, бывает, когда по десять собак. Тут все, у нас импровизация, у нас каждая минута может поменяться, каждая минута может найти желающий на собаку. Проблема в том, что на многих собак не отдают. По какой причине, не понимаем. Он просто говорит, а я не отдам. Малыш, ты бородач красивый. Ты красивый бородач. Бородач красивый, мальчик. Кормить протухшими кишками, которые лежат, вот просто прикрытые ватным одеялом. И это, мне кажется, на поменьшем мере бесчеловечно. Чебуичная красота. Черная. Вот такая красота. Мальчишка. Очень застенчивый. Помимо этого щенки умирали. Животные находились в каком-то непонятном вообще состоянии. Раненые. С кровью. Я ходила, нашла. Это труп. Вчера была ситуация. Заглянули в конуру. Заглянули в конуру. А там уже мертвый. Глубоко мертвый. Щенок уже все. А нам, знаете, вы это, как сказали. Это не вы подкинули. Это в своем уме. Мы подкинули. Я сегодня, честно говоря, еду за одной собакой. Пока эту собаку мы оттуда не заберем. Я спать спокойно не буду. Вот, понимаете, есть такие собаки, которые просто пройдешь. Да, жалко всех. Но есть такие, которые западут так в душу, что ты не сможешь ни есть, ни спать. Ничего не можешь. Потому что, знаешь, ей плохо, она там. Покажи, что у тебя на шее. Ой, до дырки протер. Шея. Ну, вот сейчас, допустим, идет, да, давление зоозащитников. Ну, может быть, не зоозащитников, я не знаю этих людей. На действующий приют. И по Илюшине, что, мол, живодер и содержать так животных нельзя. Но, извините, в каких условиях они до этого были, когда он их отловил. И какую опасность для общества они представляли. Давайте сопоставим два момента. Ну, не надо рубить с плеча, махать там шашкой сейчас. Работа сейчас ведется. Никто не опустил руки. И сто процентов так или иначе, но этот вопрос будет решаться. Привет! Привет, привет! Иди сюда скорее! Чего хочешь? Ох, какой он! Ты любишь, какой такой? Ты девочка, ты красивый такой, очень скромный. Ты чего хочешь? Иди сюда скорее. Ты такой красивый. В общем, спасаем, спасаем, как можем, просто спасаем. Просто тупо спасаем, спасаем, спасаем. Вот так. То есть, вот ради вот таких вот, все это затевается. Скажи, мы хотим, чтобы там все было хорошо. Да. А дальше, конечно, нам бы очень-очень хотелось, мы будем всячески к этому идти, чтобы у этого человека не было никакой больше возможности отловить ни одну собаку и привезти ни в этот приют, ни в какой-либо, чтобы он попытался открыть другой. Нужно просто сделать так, чтобы этот человек не смог приблизиться больше ни к одной собаке.